сталинскую архитектуру зеленая зона это раз из кирпича в два этажа не почему-то здесь по всему фасаду на грехи эти видны никому не будут но это говорит о качестве а детям разрешают прям центре города граничит как мы с вами видим когда в квартирах много света то можно увидеть друзья добрый день я андрей артемов мы с вами находимся в центре санкт-петербурга на васильевском острове здесь в его исторической части на большом проспекте 67 застройщик и легенда возводит проект большой 67 здесь хорошая транспортная доступность так как старая застройка рядом с комплексом должна была быть станции метро горный институт еще до 2015 года но сроки переносятся периодически и теперь ее обещают открыть в декабре двадцать четвертого года открытие станции метро горный институт прибавит стоимость новостройки остановки автобусов и троллейбусов шаги от комплекса две станции метро ближайшая станция василь островская до нее полтора километра а это шаговая доступность после ввода в эксплуатацию моста бетонкура васильевский неплохо разгрузили и теперь остров снова стал комфортным для поездок с васильевского острова удобно добираться в любую точку города поэтому он так притягателен для жизни рядом с комплексом шаговой доступности школы и детские сады на сегодня вакантных мест нет проект жилого комплекса разработан 2020 году конечно у него есть особенности я не могу его назвать как современный в части инженерных систем но зато заявленная высота потолков от двух метров девяносто восьми сантиметров до трех метров шестидесяти пяти сантиметров большие окна красивый фасад комплекс конечно будет выглядеть красиво если будет соответствовать рендерам застройщиков фасад здания комплекса мне напоминает проект московский 65 который после сдачи достраиваю до сих пор так что я не удивлюсь если и здесь будет аналогичная картина квартиры по площади достаточно большие однокомнатная квартира в 66 квадратных метров на сегодня стоит от 29 миллионов рублей 800 тысяч основной конкурент это жилой комплекс империал клуб от сетла в котором однокомнатная квартира стоит от 18 миллионов 400 тысяч рублей за 39 квадратных метров черновой отделки соответственно у легенды метр квадратный стоит четыреста сорок шесть тысяч рублей а у сетла 472 тысячи то есть дороже жилой комплекс империал клуб на мой взгляд выглядит намного обещающим но все ли так будет как на картинках конечно же покажет время если спиной стать большому проспекту то по правую руку у нас будет дом молодежи куда можно отправлять своих детей на различные занятия и мероприятия а по левую руку будет пожарное депо где есть музей где проводят экскурсии а детям разрешает полазать по пожарным машинам у каждого объекта есть паспорт объекта в котором мы видим кто застройщик где расположен объект начало строительства второй квартал 22 года и его завершение это второй квартал 25 года ключи как правило передает через полгода если естественно не будет задержек примеру мне лично нравится что в проекте достаточно большие окна это здорово когда квартирах много света но если внимательно посмотреть на бетон вот сюда то можно увидеть что были наплывы и соответственно этот бетон видно чем-то сбивали потому что должно быть конечно все ровно но здесь ровно почему-то у застройщика не особо то получилось и его 10 естественно есть вот такое же место как мы с вами видим детский садик просто граничит с будущим жилым комплексом также с будущим жилым комплексом граничит учебный городок это здание общежития здесь достаточно большое их количество они находятся вот за этим домом и вот вот эта конструкция это общага который почему-то строили забросили вот она почему-то так стоит здесь колючая проволока прям в центре города вид конечно бизнес класса это точно мне нравится как вам а если обратите внимание на качество самого бетонного сооружения то мы соответственно видим различные наплывы то есть где-то сдвинулась опалубка видим где-то наоборот она вышла вот обратите внимание здесь нельзя сказать что дом например рухнетом развалится и что-то с ним случится он будет стоять долго все будет с ним хорошо но это говорит о качестве и контроля застройщика ну и также можно посмотреть например вот здесь кусочек опалубки почему-то у них остался ну вот он знаете можно было все сделать ровно и красиво но когда это все закроется фасадом то соответственно грехи эти видны никому не будут далее у меня есть вопрос вот к этим отверстием видите квадратным стене то есть это скорее всего для чего-то крепили ли какие-то элементы вентиляции возможно тут будет еще что-то у застройщика по проекту раз они сделаны и мы видим примеру что вот здесь его закрыли просто базальтовым утеплителем скорее всего также закроют и все остальные места при этом если идти вверх тот видно что на предпоследнем этаже почему-то нет отверстия квадратного есть круглое отверстия ну видно такое проектное решение да вот по мне как-то на самом деле странновато но вот здесь мы тоже видим качество бетонного изделия и я то что вижу мне у честное не очень нравится потому что можно вылить все ровно и красиво и опалубки части от опалубки соответственно забирать они оставлять и вот если обратить внимание то она вот эти остатки фанеры от опалубки не почему ты здесь по всему фасаду а конечно здесь хорошо что оставлены деревья которые здесь росли вид конечно из окон будет на соседнее здание соседнее здание историческое на 21 линии смотрится по мне очень красиво классический цвет кирпича вообще здание из кирпича на мой вкус смотрится очень классно вот обратите внимание сами тем более здание полностью отреставрирована и внешний вид конечно у него здоровский по мне и также как у стоматологии стоматологической поликлиники из кирпича в два этажа ну а те кто захотел приобрести квартиру в этом доме с видом во двор это самый лучший вид а в этом комплексе будете лицезреть общаги про них почему-то застройщик умолчал само здание от большого проспекта отделяет во-первых зеленая зона это раз и вот такой карман то есть вот здесь ездили машина но сейчас застройщик все перегородил и соответственно сюда уже подъезжает и так полагает бетона воски приятно конечно когда есть уже большие деревья надеюсь что и застройщик что-то посадит потому что вот если обратить внимание на и очень реалистичные красивые рендеры то здесь мы видим что деревья есть те которые соответственно росли до постройки этого здания мне нравится вообще сам проект он достаточно сделан интересно смотрится классно чем-то напоминает сталинскую архитектуру вообще вот этот комплекс он круто вписывается в архитектуру васильевского если обратить внимание на соседние здания а балкончики очень чем-то похоже на эркер соседнего здания обратите внимание прямо в центре кадра решили приобрести недвижимость обращайтесь помогу с выбором и найду для вас лучший вариант друзья рад был вас их видеть обязательно поставьте лайк не ставьте дизлайк подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео а я с вами как обычно не прощаюсь а говорю до скорой встречи а Субтитры подогнал «Симон»!